Наша бескрайняя вселенная полна странными, враждебными и, возможно, жизнетворными явлениями. Представьте себе космические врата, где объекты могут исчезнуть, появиться или переместиться во времени или пространстве. В большинстве случаев это билет в неизвестность. Вас может разорвать на части в черную дырель при перемещении в другую часть Вселенной, или как фонтаном выбросить из белой дыры. Мы взлетим к деформированной части Вселенной вместе с учеными, ищущими черные и белые дыры и космические туннели. Они червоточные? Что это? Фантазия или научный факт? Вселенная — космический рог изобилия бесконечных возможностей. Представьте себе передвижение на шаттлах по всей Вселенной. И это путешествие не на корабле будущего, а по космическому туннелю, который теоретически сокращает путь во времени и пространстве. Червоточное похоже на метро. Ты входишь в отверстие, проходишь по туннелю, и выходишь в другое отверстие, при этом пересекая город. Точно так же позволяет перемещаться и червоточное. Физик Клиффорд Джонсон изучает возможность существования таких туннелей. Разница между червоточиной и электричкой метро в том, что по космическому туннелю преодолеваются большие расстояния, чем если бы ты перемещался в космосе обычным способом. Теоретически у червоточин есть глотка, соединяющая вход и выход, называемые ртами, и находятся они в разных частях космоса. Червоточина — это чудесная идея. При нашем ограничении скоростью света мы не достигнем туманности Андромеды менее чем за 600 тысяч лет, даже если будем двигаться со скоростью света. Интересно, будет ли следующим астрономическим открытием червоточина? Не только потому, что это фантастическая идея, но и потому, что это позволит нам добраться в те места, куда нет иного пути. Грегори Бенфорд занимается наукой о внешнем космосе. Физик и писатель, написавший более 30 научно-фантастических книг, Бенфорд был свидетелем того, как фантастика становится реальностью. Многие из нас хотели бы знать, существуют ли космические туннели, или это математический парадокс, созданный гением Эйнштейна. Теория относительности Эйнштейна доказывает такую возможность. В 1930 году Эйнштейн и его коллега Натан Розен высчитали математически такой интергалактический туннель. Он известен под названием «Мост Эйнштейна-Розена». Такой туннель — решение уравнения теории относительности, объясняющей, как работает гравитация. Этот гипотетический мост соединяет части времени и космоса. Туннель Эйнштейна-Розена возник из исследования черных дыр. Черная дыра — это область космоса, притяжение в которой особенно сильное. Настолько сильное, что чрезмерно приблизившиеся объекты не могут от него избавиться. Ничто не может избежать встречи с черной дырой, даже свет. Перевернутый фонтан визуализирует происходящее в черной дыре. На дне находится тот участок, куда падает вода. Это аналогия притягивания в черную дыру. Представьте, что вы рыбы, плавающие неподалеку. Как только вы попадаете в центр, вы пересечете точку невозвращения. Но Эйнштейн не видел в своем туннеле средства перемещения. Он считал, в теории, что тот возникает в определенное время. Он открывается на время и снова закрывается. Все, что попадает в него, исчезнет, как только туннель закроется. Как уравнение, туннель нестабилен. Он быстро исчезает. Нужно найти что-то, чтобы он оставался открытым. Когда в 60-х стало известно, что туннель Эйнштейна нестабилен, широкие исследования никто проводить не стал. И тут, в конце 90-х, на экраны вышел фильм «Контакт». Фильм снят по книге известного астронома Карла Сагана, который говорилось о туннеле для космических путешествий. Книги и фильмы представлены интересные истории, в которые доминировала идея космического туннеля. Это был прекрасный способ снова заинтересовать людей этой идеей. Это была притянутая за уши идея, не вызвавшая серьезного отношения многих физиков, до тех пор, пока Карл Саган не решил написать книгу, попытавшись сделать ее как можно более реалистичной. С тех пор физики-теоретики, изучая теорию относительности, на предмет возможности галактических путешествий. Ученые исследуют, возможно ли существование туннеля, отличного от туннеля Эйнштейна, через который можно пройти. Но нужно что-то, что не даст туннелю захлопнуться. Нужно найти способ стабилизировать туннель. Его нужно держать открытым и требуется антивещество, или же экзотическое вещество. Мы не видели такое вещество, оно будет антигравитационным. Но однажды мы найдем антивещество, и это послужит открытию космического туннеля. Идея туннеля заворожила любителей научной фантастики. Она спровоцировала серьезные исследования ученых. Идея туннеля вызвала сенсацию, потому что позволяла надеяться на постройку электрички, следующей в другие галактики. Название «Червоточина» возникло по аналогии с яблоком. И так ты хочешь добраться из одного конца яблока в другое. Если ты червяк, ты можешь прогрыз себе ход, создать туннель и вылезти с другой стороны. Короткий путь. Но в отличие от червяка внутри яблока, мы понятия не имеем об опасности в космической червоточине, поджидающих на другом конце. Возможно, дальний конец червоточины связан с опасной частью космоса, где существуют различные экзотические явления или даже другая планета. Если мы когда-нибудь найдем доступную червоточину, сначала мы пошлем туда роботов, запрограммированных на возвращение. Возможно, мы даже привяжем их веревкой на тот случай, если они не смогут вернуться. Физикам неизвестен способ появления червоточины в космосе естественным путем. Но, наверное, ее можно создать искусственно. Один из вариантов создания червоточины, предложенной физиками, это сотворение таковой из временного пространства, содержащего крошечные червоточины, появляющиеся и исчезающие по законам квантовой механики. Ученые заговорили о возможности создания червоточины из квантовой пены, субстанции, возможно, существующей во всех концах космоса и в миллиард триллионов раз меньше атома. Вот так это, в принципе, делается. Это не та технология, которая известна всем нам, но, по крайней мере, нечто, позволяющее задуматься. Если можно спроектировать червоточину и поместить ее в космос, то, наверное, ее можно использовать для различных целей. Станет ли возможным проводить отпуск в разных концах галактики, в разных точках космоса? Чтобы построить машину времени или червоточину, что поведет нас в другие галактики, нужна физика развитой культуры, на миллионы лет опережающей нашего. Машины времени занимают кинозрителей уже 50 лет. Господа, я говорю о путешествиях во времени на специальной машине. Но можно ли использовать для этих целей червоточину? Червоточина обеспечит путешествия в другие галактики. Пройдя метр, вы очутитесь в другом месте и, возможно, времени. Но червоточины в роли машины времени вызывают вопросы. Смогут ли люди в далеком будущем отправляться в прошлое и менять историю? Научные вопросы, не очень актуальны на сегодняшний день, однажды могут стать фактом, как и то, что Земля круглая. Червоточины, туннели, сокращающие дорогу во времени и пространстве, не противоречат законам физики. Так можно ли теоретически превратить эти космические туннели в машину времени? Теория относительности Эйнштейна делает возможными путешествия во времени. Она доказывает, что время принимает разные формы в зависимости от положения человека во Вселенной и его движения в ней. Объекты, движущиеся со скоростью близкой к скорости света, стареют медленнее неподвижных. И объекты, расположенные в зоне гравитации, стареют медленнее, чем удаленные от нее. Часы работают в разных ритмах, в зонах с разной гравитацией. Чем сильнее гравитация, тем медленнее тянется время относительно того, кто находится в космосе, где нет гравитации. На Земле наши часы работают намного медленнее, чем часы, что находятся в небе. Примером могут служить часы GPS на спутниках, работающие чуть быстрее часов на Земле, поскольку находятся в зоне меньшей гравитации. Ученые и инженеры, создавшие систему GPS, должны были учитывать различные ритмы работы часов. Если бы они не сделали это правильно, система GPS просто не работала бы. Если бы вы попытались проехать из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, вы попали бы в Массачусетс. В будущих путешествиях во времени будут использоваться атомные часы. Ученые стабилизировали одни часы на Земле и одни на движущейся ракете высоко над Землей. Их сравнили при помощи радио, передающего волны между объектами. Часы на ракете шли быстрее. Здесь, на Земле, мои часы шли медленнее, чем те, что находились в космосе, и шли быстрее. Они быстрее приближали будущее. Физики исследуют, смогут ли червоточины обеспечить передвижение не только в будущее, но и в прошлое. Если род червоточины будет находиться рядом с Землей, а второй в центре нашей галактики, ритм времени у них будет разный в сравнении с внешним космосом. Но при прямом взгляде в червоточину, ритм времени покажется одинаковым. Эта разница в ходе часов, когда они идут внутри червоточины или вне ее, превратит ее в машину времени. То есть, войдя в червоточину, ты сможешь выйти с другой стороны в другое время за сотни или тысячи лет назад. Червоточина позволит попасть в другие галактики или даже в другое время. Возможно, какую-то разновидность червоточин можно будет использовать и даже люди смогут перемещаться во времени. Но путешествия во времени рождают парадоксы. Возможно ли попасть в прошлое и изменить историю? Одна из проблем путешествий во времени появление парадоксов. Самый известный из них дедушкин парадокс. Это говорит, что если я смогу вернуться в прошлое и убить собственного деда, то не родится мой отец и не рожусь я, меня не будет. То есть, я не смогу вернуться во времени обратно. Ты возвращаешься в прошлое и встречаешь мать в молодости и твоя мать влюбляется в тебя. Как ты сможешь родиться, если твоя мать влюблена в тебя, а не в твоего отца? Практически проблемы огромны. Но если однажды кто-то постучится в твою дверь и сообщит, что она твоя прапрапраправнучка, не захлопывайте перед ней дверь. Возможно, в будущем у наших потомков будет возможность таких путешествий и возможно они действительно однажды постучатся в дверь. Идея путешествий во времени взорвала научную фантастику. Если эта машина может делать то, что ты считаешь, уничтожь ее, пока она не уничтожила тебя. Если законы физики позволяют существовать червоточином, что говорят эти законы об изменении прошлого? Возможно, законы физики позволяют путешествия в прошлое, пока это позволяет вселенная, в которой невозможно изменить историю. Ты не сможешь вернуться и изменить то, что привело к твоему рождению, как в парадоксе дедушки. Пока что путешествия во времени являются только гипотезой. Есть ученые, которые считают, что попытка создать в червоточине машину времени разрушит ее. При попытке превратить червоточину в машину времени, в момент соединения времен возникнет излучение такой силы, что сразу разрушит червоточину, не позволив превратить ее в машину времени. Возможно, так природа защищает себя законами физики от парадоксов и странностей, которыми грозит машина времени. В путешествии по червоточине вызывает сомнения, поскольку надо много знать о ней самой, чтобы не превратить ее в нечто неприятное, например, в облако газа, поскольку давление внутри червоточины вероятно очень сильное. Но это не та идея, которую можно отвергнуть окончательно. Смешно говорить, что этого никогда не произойдет, поскольку речь идет о силах энергии и знаниях, которые нам пока недоступны. Как и червоточина, еще одно явление не открыто. Но по теории относительности существование его возможно. оно называется белой дырой. Черная дыра это объект, в котором исчезают притянутые предметы. Белая дыра действует наоборот. Из нее объекты вылетают. Белая дыра единорог, мифическое существо, которое никто не видел. Белая дыра похожа на черную, разве что действует наоборот. Представьте, что вы перематываете видеокассиву назад. Вместо того, чтобы упасть в плод и там затеряться, объекты вылетают из черной дыры. Вот оно, это черная дыра с перевернутым временем вспять. Как мы знаем, в космосе существуют черные дыры. Вопрос в том, существуют ли белые. Когда открывали квазары, думали, что они и есть белые дыры. Почему? Потому что они излучают огромную энергию. Но это не так. Черные дыры управляют квазарами. Есть теория, утверждающая, что все, что может существовать, где-нибудь существует. Тот, кто принимает эту теорию, должен принять и то, что белые дыры где-то существуют. Если природа использовала белые дыры, как считают ученые, они были очень важны при возникновении космоса или даже происхождении самой Вселенной. При попытке разгадать тайны Вселенной, ответами могут быть черное или белое. Вселенная началась с большого взрыва. Огненный шар разделился на материю и энергию, что поначалу было точкой, называемой центром. В этом центре притяжение наиболее велико. Большой взрыв создал Вселенную, включая космос, время и всю материю, наполняющую ее. Белая дыра похожа на центр. Это теоретический объект из теории относительности Эйнштейна. В принципе, это черная дыра наоборот. Противоположность центра, куда притягивается материя. Поэтому есть ученые, полагающие, что Вселенная возникла из белой дыры. Согласно одной из теорий, речь идет о большой белой дыре, из центра которой появлялись объекты. Эта идея одна из множества, объясняющих сведения Вселенной, ее начало и сотворение после Большого Взрыва. Подумайте об этом. Белая дыра выбрасывает объекты, не притягивает. Большой взрыв то же самое. Квантовая точка, растущая и выбрасывающая материю. так что возможно белая дыра это история возникновения Вселенной. Микроволны Вилкинсона в НАСА измеряют остатки излучения прошлой Вселенной. Это исследование космического излучения доказало, что Вселенная родилась быстро, но огромных размеров, а ее нормальной фазе предшествовало обновление. Так что есть ученые, считающие, что белая дыра ускорила рождение Вселенной. Доказательства, получаемые со спутника в космосе, подтверждают теорию мультивселенной. Мультивселенная содержит множество вселенных, как пенная ванна. В пене рождаются, исчезают, лопаются пузырьки пены. Другими словами, постоянно происходят взрывы. Возможно, каждый большой взрыв начинается в белой двери и рождает новую Вселенную. До сих пор нет подтверждений существования мультивселенной. и того, что ее порождают белые дыры. Но ученые доказали, что некоторые разновидности белых дыр, хоть и чисто теоретически, отличаются высокой нестабильностью. Они не продержатся долго и превратятся в черные дыры. белые дыры. Белые дыры, видимо, сделали свое дело. Может, они существовали некоторое время, но исчезли. Но даже в период возникновения, возможно, они оставили глубокий след в будущем Вселенной. Мы не знаем, так ли это, но вероятность есть. Белые дыры вызывают приятные образы, но я не думаю, что в этом есть смысл в наше время. Речь идет о чисто теоретических объектах. Не стоит забывать, что черные дыры когда-то тоже были теорией. Белые дыры могли существовать, а могли и не существовать сначала. Одно известно точно. Черные дыры — это не фантастика. Это научный факт. Ученые согласны с тем, что эти воронки рождаются из умерших массивных звезд. Когда у массивной звезды заканчивается горючее, она не может справиться с собственным притяжением и проваливается внутрь, образуя черную дыру. Черные дыры — это проблемы в развитии Вселенной. Они притягивают объекты, выбрасывают их, создают и реорганизируют участки Вселенной или даже галактики, устраиваются внутри звезды и устанавливают свои порядки. Это огромные объекты, не поддающиеся остановке. Черные дыры трудно обнаружить, потому что они черные. Но их можно обнаружить, когда они воздействуют на что-то, как нагревающийся газ, светящийся в рентгеновских лучах. Когда-то черные дыры считались невозможным явлением. В физике существует понятие «фактор хихиканья». Люди постоянно хихикали, беседуя о черных дырах. Но сегодня мы видим множество прекрасных снимков черных дыр. Существует два их вида, которые следует различать. Один вид называется звездные черные дыры. Они от трех до тридцати раз больше Солнца. Их около ста миллионов в нашей галактике и примерно столько же в других галактиках. Второй вид — это сверхмассивные черные дыры. И они в миллионы или даже миллиарды раз больше Солнца. Считается, что такое чудовище находится в центре любой большой галактики. В нашей галактике есть одна подобная. И звездные и сверхмассивные черные дыры — это космические каннибалы. Черная дыра — это подобие космической мухоловки. Все, что попадает туда, обратно не возвращается. Путешествие в черную дыру будет фантастикой, почти психоделикой, чем-то вроде клинической смерти. Когда ты приближаешься к черной дыре, притяжение начинает растягивать твое тело, так что верхняя и нижняя части тела подвергаются разной гравитации, и ты превращаешься в спагетти. В конце концов, даже атомы твоего тела превратятся в макароны и будут разорваны в клочья. В случае сверхмассивной черной дыры, процесс омакаронивания другой. Человек превратится в спагетти, только пройдя горизонт, поскольку сила притяжения станет достаточной лишь при достижении центра черной дыры. Человек, прыгнувший внутрь, поймет, что он внутри черной дыры, успеет прийти в восторг от идеи, прежде чем будет втянут внутрь и превратиться в спагетти. и если одной черной дыры недостаточно, попробуйте две сражающиеся за доминирование. на просторах вселенной черные дыры иногда существуют парами. Это выглядит так, будто они свертуют в космосе. Но эти парочки далеко не романтичны. когда они чрезмерно приближаются друг к другу, каждая из них попадает в зону притяжения другой, и каждая притягивает подругу, словно танцующий дервиш. В итоге эти дыры столкнутся и сольются воедино. Столкновение черных дыр частое явление. Они кружат вокруг друг друга, а потом начинают двигаться навстречу. на каком-то расстоянии они сливаются воедино. Это слияние создает огромные помехи во временном космосе. Когда два объекта, занимающие место в космосе, сливаются, возникает волна, несущая энергию. в космосе черные дыры сливаются они создают движения называемые волнами притяжения наполняющие временной космос. Эти волны абсолютно идентичны волнам в бассейне. Если бросить в бассейн камень, возникшие волны двинутся к дальнему краю бассейна. В прошлом было невозможно поймать момент слияния черных дыр. Но теперь ученые изобрели прибор для обнаружения волн притяжения, чтобы поймать этот момент. Лайго это обсерватория, где ищут волны притяжения, возникающие при слиянии черных дыр, масса которых в разы превышает массу Солнца. Система использует лазер для измерения вибраций зеркал, привязанных к верхней опоре. Когда две черные дыры сливаются, они освобождают волны притяжения, полные, изменяющие форму космоса. Когда волны проходят мимо этих приборов, они легко меняют расстояние между ними, и это изменение можно наблюдать или зафиксировать. И это наследие волны притяжения. В будущем ЛИСА, космический проект НАСА и Европейского космического космического комитета сможет засечь волны, возникшие от слияния сверхмассивных дыр. Такие волны возникают при слиянии двух галактик, и сверхмассивные черные дыры вливаются в центр и находят друг друга. Если слияние двух сверхмассивных черных дыр недостаточно хаотично, попробуйте три. Реальные съемки. В январе 2007 года американские и европейские спутники обнаружили три черные дыры на расстоянии 10 миллиардов световых лет со звезды Девы. Это в принципе три квазара, сияющих объекта, двигающих все те же черные дыры, находящиеся в центре галактики. Эти три находятся близко друг к другу. Расстояние между ними всего 100-150 тысяч световых лет, что равно ширине Млечного Пути. Думаю, в итоге все три жестоко столкнутся. хостел мерджер. Если взять три черные дыры, приближающиеся друг к другу, в двух больших галактиках, получим реальное шоу. Две могут объединиться и отбросить третью. Взаимодействие притяжений трех объектов может привести к удалению одной из черных дыр из системы. После чего останутся только две, которые в итоге сольются в одну. Выброшенная черная дыра вылетает со скоростью, не позволяющей ей захватывать звезды. Она становится одиночной черной дырой и продолжает свой путь. Современная наука исследует тайны, окружающие черные дыры. Но для нескольких человек остался один вечный вопрос. Это самый важный вопрос во всей физике черных дыр. Что находится на их обратной стороне? Что будет, если в черную дыру бросить энциклопедию? Потеряется ли знание? Мы точно не знаем. Согласно теории Эйнштейна, ничто не может вернуться из черной дыры. Но если черная дыра крохотная, то законы квантовой механики сливаются с законами теории относительности. Квантовая механика управляет миром крошечных объектов, например, электронами, нейтронами и другими. Теория относительности правит миром больших объектов, с обычной силой притяжения, то есть планетами, звездами и галактиками. Когда применяете квантовую теорию к черным дырам, то обнаруживаете, что они не абсолютно инертные объекты, которые сами поглощают материю и ничего не возвращают назад, они еще и излучатели. Светящиеся черные дыры называют мини. Они намного меньше звездных черных дыр и сверхмассивных тоже. Физик Стивен Хокинг считал, что если мини-черные дыры существуют, то излучают энергию, названную излучением Хокинга. Дело в том, что излучение заставит маленькую черную дыру исчезнуть. Хокинг математически доказал, что если дыра исчезает, то часть информации, попавшей внутрь нее, исчезает навсегда. Это вызывает бурю среди физиков, поскольку по квантовой теории ничто не может исчезнуть бесследно. Мир разделился на два лагеря. Те, кто считает расчеты Хокинга правильными и тех, кто настаивает на дополнительной шлифовке. Теоретически информация сохраняется. Просто проявляется она очень медленно. Ответ на вопрос, что происходит с информацией, попадающей в черную дыру, не ясен. Химический состав объектов, попадающих в черную дыру, свет, температура и так далее. Эта информация нам недоступна. Вредно ученые смогут войти в какую-нибудь черную дыру и вернуться в целости, чтобы поведать миру о своих открытиях. Однако ученый мир находится на грани открытия другой альтернативы. Создание мелких черных дыр здесь, на Земле. Ученые расширяют границы космических исследований. если сами по себе черные дыр недостаточно устрашающие, то как насчет фабрики по производству черных дыр? В швейцарской физической лаборатории под названием CERN ученые создали большой адронный коллайдер, способствующий столкновению элементарных частиц. Это сложнейшее исследование на все времена. Длина коллайдера 27 километров и весом 5 самолетов Джамболь. Он способен сталкивать частицы меньше атома, чтобы воссоздать энергию, существовавшую миллионные доли секунды после большого взрыва. Большой адронный коллайдер был создан, чтобы исследовать важные вопросы физики элементарных частиц. Но он выбросит столько энергии, что если физики окажутся правы в отношении природы, работающей на этот счет энергии, он создаст маленькие черные дыры. Возможно, мы сумеем увидеть микроскопические черные дыры в столкновениях полных такой энергии. И тогда их будет удобно исследовать. Они быстро исчезнут, а мы сможем исследовать продукт распада и понять квантовую физику в лаборатории, о таком мы даже и не мечтали. Но возможность создания маленьких черных дыр вызывала страх. Не поглотят ли они планету Земля? Космическое излучение постоянно достигает Земли, с энергии больше, чем обладают эти крошечные черные дыры. Они безвредны. Они не поглотят Землю и не принесут с собой конец света. Подобный страх перед черными дырами испытали и в Нью-Йорке. В Брукхайбене, Нью-Йорк, был проведен эксперимент по столкновению частиц. Реактив тяжелых ронов, известный как РИК, это подземный шланг, в котором сталкиваются атомы золота на 99,9% скорости света. Исследование началось в 2000 году, и возникла идея, что от столкновений возникают черные дыры. Лаборатория приняла решение отреагировать на это и успокоить людей. была собрана группа исследователей, которая обнаружила, что подобные столкновения случаются и в космосе, и это никогда не было проблемой. В теории мы создаем условия математические, аналогично тем, что в среде черных дыр. В лабораторных условиях невозможно создание опасной черной дыры. Лаборатория несомненно никогда не создаст никакую черную дыру. Создаваемая масса слишком мала для получения нужного объекта. Рик не может создать небольшие черные дыры. Но ученые могут исследовать остатки этих столкновений, чтобы изучить первые мгновения миллионные доли секунды после большого взрыва. Мы можем использовать это знание, чтобы лучше понять, что же случилось после большого взрыва, в том числе возможность формирования основной черной дыры. После эксперимента в Швейцарии и в Америке вряд ли возникли опасные для жизни черные дыры. Но они могут дать несколько важных ответов на вопросы возвращаются ли знания из черной дыры и как появился космос. Они позволяют проверить насколько далеко можно уйти от теории Эйнштейна, пока не раскроются врата ада и не рухнет уравнение. Поэтому мы считаем, что маленькие черные дыры могут быть ключом к большему, чем дает теория Эйнштейна. Физики продолжают исследовать тайны, окружающие черные дыры. Они также будут ждать любого проявления белых дыр и червоточек. поиск границ продолжается. В большинстве своем белые черные дыры и червоточины ведут в никуда. Не стоит проводить летний отпуск рядом с одной из них. Да и билеты в такое путешествие будут стоить дорого. Такие объекты трудно заметить. И только в существовании черной дыры мы полностью уверены. А другие скорее всего полностью гипотетичны. Возможно они единороги астрономии. гипотетичны. Гипотетичны. Гипотетичны.